Друзья, привет! В этом видео сделаем медный молоток для моей мастерской. Видео полного цикла и начнем мы с отливки заготовки. Для этого понадобится сырье, та самая медь. Есть у меня небольшие обрезки проводов, которые остались после ремонта в мастерской. А также провода обмоток разных электродвигателей. Со вторыми ничего делать уже не нужно, а на первых избавимся от изоляции. При должной сноровке на такой объем уходит минут 5. Достаточно канцелярского ножа и бокорезов. Готово. Заливку будем проводить вот в эту трубку. Она осталась после разборки автомобильного амортизатора. Она бесшовная и, как я думаю, отливка должна будет выйти без проблем. Но это не точно. Ну а если нет, распилим ее вдоль без зазрения совести. Благо этого добра у меня достаточно. Футеровку плавильни давно уже нужно переделать. К сожалению, вспоминаю об этом только когда в ней есть необходимость. Плавить металл будем в стальном тигле со стенками 10 миллиметров. Он точно не прогорит от такой высокой температуры. Ну и заодно сделаем еще одно испытание моей самодельной горелки из Сантехо. Ссылку на это видео найдете в углу экрана. Спустя 15 минут провода в тигле можно легко смять. И добавить еще порцию проводов. Еще минут 15 и тигель нагрелся до температуры плавления меди. А это 1085 градусов. Если бы футеровка была нормальная, времени на нагрев потребовалось бы намного меньше. Перед самой заливкой форму также нагреваем. Избавляемся от остатков масла на стенках. Трубку во избежание падения при заливке установил в песок. Это отработанный кварцевый песок из моей самодельной пескоструйной камеры. От температуры она мгновенно раскалилась, как и песок. Впрочем, как и ведро. Пусть заготовка остывает, а мне придется ехать за новым. Через некоторое время трубка с отливкой у меня в руках. Для тех, кому интересно, вес с трубкой составил почти 1300 грамм. Отлитая болванка наотрез отказалась выходить из трубки, поэтому последнюю будем скрывать. Но сначала на ленточном станке срежем края. Маленькие кусочки еще тоже куда-нибудь пригодятся. Далее сделаем продольный рез и пруток у нас в руках. Сейчас он имеет непрезентабельный вид. Да еще и имеется яма примерно 40 миллиметров от усадки металла. Срезаем ее изотокарной. Обрабатывать буду пластинкой по алюминию. Ссылки на такие пластинки и на инструмент, которым я пользуюсь, оставлю в описании. На станке же избавимся от крупных раковин. И забегая вперед, скажу, что снять пришлось 4 миллиметра с диаметра. После обработки пруток имеет вот такой вид. Небольшие раковины все же остались, но от них избавимся дальше. Сделаем из круглого квадратный. Металла будем снимать много, но всю стружку потом соберем на дальнейшую переплавку. Торцевой фрезой делаем квадрат, а затем по сторонам пройдемся летучкой. Готово. На этом этапе раковин в металле осталось еще меньше. Выбираем сторону с меньшим количеством и переходим к изготовлению бойка. Для этих целей пришлось установить 4-кулачковый патрон. Начинаем обработку. Снимать будем до тех пор, пока нужная нам часть заготовки не станет круглой. Далее отрезным резцом сделаем канавку и при помощи малой продольной выточим конус. Одна часть молотка почти готова и осталось все грехи обработки убрать бормашиной. Вот что имеем на этом этапе. Заготовку уже укоротил за кадром и выполнил разметку второй стороны. Лишний металл по разметке уберем на фрезерном. Это можно сделать напильником или на гриндере, но на этом станке быстрее. Так же, как говорится, не отходя от кассы, сделаем отверстие для ручки. Отверстие сквозное, фреза 8 мм. В итоге вот такая красота получилась. Байок на молотке специально оставил с запасом, так как медь металл мягкий и при работе может расплескиваться. Ну а раковин от отливки на готовом изделии осталось минимальное количество. Теперь изготовим рукоять. Есть у меня такой кусочек ясеня, из него и сделаем. Рисуем нужную форму и вырезаем. Да, друзья, у меня в мастерской пополнение. Это ленточный станок фирмы Powermatic. Его я выиграл в компании Станкогрупп на столярном фестивале. Это абсолютно не означает, что теперь я заброшу изготовление самодельного станка по металлу. Теперь буду делать, как говорится, по образу и подобию заводского. Кстати, новая часть уже скоро. Не пропустите. Форму ручки придали и следующим этапом скруглим углы. Для этого воспользуемся ручным фрезером с радиусной фрезой. Саму заготовку закрепим при помощи двухстороннего скотча к ровному основанию. Как показала практика, этот метод очень даже рабочий. А чтобы фрезер не опрокидывало, на подошву тем же методом закрепил обрезок материала. Вот такого результата удалось добиться. Далее шлифовка наждачной бумагой и покрытие лаком. Спустя сутки рукоять подсохла и можно сделать посадку под молоток. Размечаем контур и на гриндер. После же сделаем пропил под клин и можно насаживать. Отлично! Остаток клина срежем японской пилой китайского производства. Кстати, ссылочка будет в описании. Ну и вот такая красота у нас получилась. Своей работой я остался доволен, даже несмотря на три раковины, оставшиеся от отливки. Старожилам канала, наверное, знакома эта форма молотка. Все правильно, его стального брата мы делали пару лет назад. Ну а медный молоток мне понадобился для установки заготовок в тиски фрезерного станка. На этом же у меня все, если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите канал комментарием и не забывайте подписываться. Дальше будет еще интереснее. С вами был, как всегда, я Михаил. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok